Сразу к делу, сегодня на обзоре новинка от компании Defender, беспроводная игровая мышь. Ей я пользуюсь уже 3 недели, вариант интересный, но начнем традиционно с распаковки. Модель для компании новая, но дизайн коробки с прошлого года не изменился. На лицевой стороне изображение мыши и основные характеристики, о которых мы поговорим подробнее попозже. Отложим пока мышь. Кроме нее в коробке есть вот такой черно-белый мануал, который пригодится разве что для растопки мангала. Сбоку лежит комплектный кабель для зарядки и вы не поверите Type-C. Наконец-то этот разъем начали ставить даже в недорогие модели. Упакована мышь в непрозрачный пакетик. У нее симметричный корпус и сразу покажу вам первый косяк. При сжимании боковой грани срабатывает одна из двух кнопок. Хотя боковые кнопки сделаны очень хорошо и нажимаются легко. Клики не очень тихие, но звук мне нравится. Колесо тоже тихим не назовешь. Снизу продублировано название модели Glory и есть два ползунка. Один включает и отключает мышь, другой отвечает за подсветку. Снизу находится небольшой USB адаптер. Тут находится порт для зарядки, а наклейку сбоку лучше отклеить. Также не забудьте отклеить защитные пленки на ножках, чтобы потом не удивляться, почему мышь плохо скользит по коврику. Продолжаю соблюдать традицию новые мышки, новый коврик. Коврик для эксперимента выбрал этой же фирмы, модель Black M, черный с красной прострочкой и логотипом их игровой серии. Размеры его 36 на 270 на 3 миллиметра. Внутри кстати есть бонус для игроков War Thunder. Но я в их число не вхожу, поэтому промокод на различные бонусы через 5 дней после выхода этого видео выложу в своем телеграме. Подписывайтесь и забирайте премиум танк и другие подарки. Коврик кстати довольно бюджетный, куплен был всего за 3,5 доллара, но очень хороший по качеству. Основа у него каучук, по столу вообще не скользит. Сверху ткань, по которой мышка просто летает. Вот его артикул, сделан в марте 22 года. Вернемся к мыши. Ее внешний вид мне нравится. При отключении подсветки, которая тут к слову не регулируется, а всегда плавно переливается всеми цветами радуги, ее легко можно спутать с обычной офисной мышкой. Подсвечивается у нее только логотип и небольшая полоска снизу. Но в таком исполнении подсветка не раздражает и не отвлекает. Жаль конечно, что через ПО нельзя настроить один или несколько статичных вариантов, но стоимость мыши, окупил я ее всего за 14 долларов, при том что на акциях можно было купить и за 9, полностью нивелирует этот нюанс. Кстати, давайте-ка еще о неприятном ОПО. Заходим на официальный сайт Defender, читаем характеристики мыши и скачиваем так называемое универсальное ПО. С моей 11 виндой оно сразу не подружилось, пришлось запускать через совместимый с 7. Первый запуск приложения пробудил в памяти образы из школьных времен, 95 винды, скрепки из Word, 2D флеш-игр и другие флешбеки. Без шуток и иронии, такой дизайн это просто позор для такой немолодой компании с таким большим ассортиментом техники в целом и мышек в частности. Что касается функционала, в приложении можно настраивать кнопки, задавать диапазон DPI от 1200 до 3600, но в программе выставляем только число от 1 до 10 и обязательно включайте повышенную точность, потому что без нее мышкой пользоваться не особо комфортно, не то что играть. Также можно записывать макросы. Нажимаем F12, далее записываем нужную последовательность и сохраняем. Что касается игр, то этой мышкой на удивление очень комфортно играть, даже в онлайн шутеры. Например в кс после самой дешевой игровой мышки, из недавнего обзора, ссылка на нее будет в описании, сразу как будто открывается второе дыхание. При длительном пользовании, кстати из-за удобной формы корпуса, кисть у меня не затекает. Из нюансов этой модели, корпус у нее хоть и матовый и не скользкий, но очень маркий, поэтому даже через пару дней мышь теряет свой внешний вид и ощущение новой вещи. По автономности, за 3 недели ежедневного пользования подзаряжал мышку 1 раз около часа, просто для профилактики, это очень хороший показатель, при том что подсветку я не отключал. При включении зарядки, включается также подсветка на колесике. При зарядке, кстати, можно продолжить пользоваться мышью, как и проводной. Если подводить итоги, то несмотря на минусы в виде маркового корпуса и дремучего ПО, описать 3 недели пользования можно одним словом, комфорт. Этой мышью приятно поиграть, но она отлично подойдет для повседневного пользования, и ее легко брать с собой. В моем случае она заменила мою основную рабочую мышь, Xiaomi Mi Silent, и стала моим универсальным вариантом. Ну и цена это просто вишенка на торте, за эти деньги сложно купить даже хорошую проводную мышь, не то что беспроводную. Ссылку оставлю в описании, там же ссылка на телеграм, где будет промокод. Там же ссылки для желающих поддержать мой канал рублем, и спасибо всем, кто помогает. А также можете поддержать мои честные обзоры подпиской на канал, лайком под этим видео и любым комментом. С вами был Антон, приятных вам покупок, увидимся.